Здравствуйте! В эфире программа телеканала Самара Ги справа на маму. А это значит, что мы сегодня хотим рассказать вам историю мальчика Данилы, который мечтает жить с мамой и папой, пусть приемными, но в семье. А еще ему хочется, чтобы их дом был в сельской местности, потому что он очень любит ухаживать за домашними животными. А нам хочется, чтобы его мечта обязательно осуществилась. Ведь исполнилось же желание девочки Даши, с которой мы познакомились в Усть-Кенельском, приехав к Светлане и Сергею Гурьяновым в приемную семью. Почти вся семья Гурьяновых была дома. Только старший сын Денис на занятиях в Кенельском техникуме. Он учится на помощника-машиниста. Как положено по традиции, гостей сразу же решили напоить чаем. И нам представилась возможность познакомиться со всеми сыновьями и дочками этой большой и дружной семьи. Стало понятно, что для них помогать маме Свете – привычное дело. Только самый младший Ян пока не принимает в этом участие, хотя в самом чаепитии у него самое главное место. Оставив всех за приятным общением, мы решили поговорить с Дашей, главной маминой помощницей. Она появилась в этой семье три года назад, а до этого четыре года жила в Государственном доме. Тяжело было привыкать к этим маме и папе? Нет. Мне, конечно, было некомфортно сперва назвать их сразу мамой, там папой, но, как ни странно, мне это получилось очень быстро. Даже месяц не прошло, как я, ничего называть. И у нас были такие моменты, когда отдыхать ездили куда-то, там это, и я, ну не крикну же я при всех тут. Не то, что как-то маме как-то некомфортно будет или это, но просто все кричат «мам, мам», но я тоже там кричу «мам». Ну, бывали у нас моменты, когда между собой я называлась Светлана Анатольевна, но как-то потом само связалось то, что вот мама и папа, все. Я говорю, вот этот человек, который меня забрал, по сути, он мне никто, просто вот приемный родитель, который сейчас заменяет мне маму, но и люблю я ее, как, знаете, как вот настоящую. Вот, вот, вердила, и мне мама так говорит, вот, как будто все же 15 лет жила у меня, и вот просто как-то терялась на время, вот. У нас, как она пришла в автополевку, у нас вот сразу так взаимоотношения сложились хорошо. Когда и карантин только начался, я так плакала, когда она уходила на эти две недели домой, потому что такая привязанность становится, когда много очень времени проводишь с человеком. Нам даже говорят, что он сейчас похож на друга, вот, чисто внешне. Скажи, пожалуйста, многие дети хотят домой? Многие. Есть дети, и есть дети, которые хотят и прямо в родную семью вернуться. Они понимают то, что им, какая жизнь у них не была, но она им нравится. Есть дети, которые не хотят уже в родную семью, они хотят куда-то дальше. Дальше. Даже могу сравнить тебя с девочкой, у нее есть мама, но она никак не хочет. Вот ей уже, она моя ровесница, ей 16 лет тоже, и она не хочет в родную семью никак. Вот ей не хочет, и все. А вот сравнить мою сестру, она рвется, верит еще в то, что ее заберут, и поэтому она единственная осталась сейчас еще в топольке, потому что верит о том, что ее заберут. Я говорю, Вик, нет, не заберут тебя. Либо ты там будешь жить до 18 лет, не пойдешь никуда, хотя ты могла пойти с нашим братом. Но на выбор уток лег. Дашина главная мечта жить в своей семье исполнилась. Как исполнилась она и у Данилы. Он стал еще одним сыночком для Светланы и Сергея. Но сначала в семье Гурьяновых, которой в этом году исполнилось 17 лет, родились свои дети – Денис, Надежда и Михаил. Казалось бы, жить и радоваться, дети подрастают, забот прибавляется. На тот момент Светлана работала воспитателем в детском доме. Решение взять оттуда детей принимали вместе. Нам, наверное, хотелось дать им возможность жить по-другому. Потому что бывает, в детском доме живут поколениями. То есть, скажем так, вот у нас у Дарьи несколько поколений. И хотелось дать детям возможность, что у нас есть выбор. И мы можем выбирать. Они могут посмотреть на нашу семью, на дом и жить как родители, то есть как мы. А могут, так сказать, посмотреть на биологических родителей. То есть, мы ничего не скрываем. То есть, мы все дети у нас, как бы, если у них есть желание, они общаются. Если нет желания, то они, как бы, прерывают общение. То есть, и они могут посмотреть и решить, я буду жить как мама, либо буду жить как биологическая мама. То есть, и, ну, вообще, мы, наверное, считаем, что все, наверное, должны взять по ребенку. Что детский дом – это не лучший дом. То есть, у каждого ребенка должна быть мама и папа. Много людей, которые хотели бы, чтобы вот был ребенок рядом, но они боятся. Вот что можно им сказать? Наверное, знаете… Да, но бояться, наверное, нечему. Как бы надо просто брать ребенка и воспитывать. Я вот, наоборот, считаю, что если ты еще раз умываешь, значит, ты еще не уверен. Когда ты уже решился, то уже все, тебе уже ничего не остановит. Никакие преграды. Значит, ты будешь идти к своей цели. А если ты еще вот, ну, взять, не взять, ну, не бери лучше. Значит, ты не готов еще. Все-таки детей надо брать, когда ты готов. Ну, не только брать, рожать, когда ты готов, когда ты вот прям готов к этому. Полтора года назад семья переехала в Усть-Кенельский, в свой дом. Мечтали об этом. Теперь папа Сережа обустраивает его. В планах – курятник, гараж, сад. Глава семьи, занятый на двух работах, понимает, что на нем большая ответственность. А на маме-свете – домашние заботы, уроки, игры. Словом, обычные заботы в такой замечательной семье. Иногда я просыпаюсь и чувствую себя самым счастливым человеком. У нас дети летом разъехались. Мне было так печально. То есть, ну, как бы бабушки забирают частями детей, в лагерь едут. Да, то есть тихо, все. Дома нет никого. Мне было очень печально от этого. Планов на увеличение семьи? Ну, конечно же, они есть, да? Да? Мы сейчас переждем вот эту вот нестабильную обстановку в стране и будем думать. Не то, что думать, а будем, наверное, двигаться. Куда-то двигаться. То есть шестеро – это не предел? Нет. Ну, вообще семь, наверное, более счастливое число. А после семьи, вот, наверное, ну, не знаю, что будет после семьи. Вот с какой светлой, доброй семьей мы познакомились. И очень хочется, чтобы у них все складывалось, чтобы в их доме царили любовь и счастье. А еще, чтобы они послужили примером для тех, кто сейчас думает взять приемного ребенка. Ведь еще очень много мальчиков и девочек мечтают о том, когда откроются двери их государственного дома, и войдут те, кто скажет – мы твои мама и папа. Этих детей можно увидеть в банке данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. Об этом банке нам подробно рассказала Татьяна Юрьевна Глухова, заместитель директора областного центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Сайт Самарской области, где находится сведение о детях, оставшихся без попечения родителей, усыновись.самрегион.ру Информация на сайте Самарской области, усыновись.самрегион.ру содержит производную информацию о детях, оставшихся без попечения родителей, как-то характеристика, наличие братьев и сестер, возможность устройства ребенка в семью на воспитании, а также фотографию или галерею из фотографий, которая допускается не более пяти фотографий. Но граждане, если звонят или обращаются с письменным запросом, мы, конечно, по базе смотрим, не выдано ли направление на данного ребенка, или, может быть, есть заявления родственников, которые готовы принять ребенка под опеку, а по тем основаниям, что они не сделали это в первый месяц после постановки ребенка на первичный учет, по причинам установления круга родственников, если они проживают в других регионах. Но не все, конечно, это быстро можно подготовить документы на опеку. Поэтому вот такие ситуации тоже имеют место быть. Информация, содержащаяся в региональном банке данных, относится к разряду конфиденциальной информации. Из этой конфиденциальной информации, ну, прежде всего, что включается в понятие конфиденциальной, это фамилия, имя, отчество ребенка, место его нахождения, то есть те параметры, по которым можно идентифицировать личность ребенка, ну и, соответственно, место его нахождения. То есть такая информация не размещается на сайтах в свободном доступе для граждан. Но если граждане хотят уточнить информацию по этому ребенку, они должны указать в своем обращении, либо сказать в телефонном звонке для получения консультации, либо номер анкеты в Федеральном банке данных, это то, что касается федерального сайта, либо то, что касается регионального сайта, имя, первую букву, фамилии, месяц и год рождения ребенка. То есть это все указано. И тогда специалисты, работающие по ведению банка данных о детях, предоставят им информацию, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации по соблюдению требований по защите персональных данных, предоставит им информацию, ту, которую можно. Я это подчеркиваю. Скажите, пожалуйста, бывают ли случаи, когда приемная семья говорит, ну вот ни один мне ребенок, который в базе данных Самарской области, как-то мне пришелся по душе. Могу ли я обратиться в российскую базу данных? Да, конечно. Законодательно предусмотрена такая функция для исполнения ее региональными операторами. Если гражданин обращается с писемным заявлением и просит, чтобы региональный оператор подготовил запрос федеральному оператору на предоставление сведений из Федерального банка данных, это тоже возможно. Либо граждане, желающие принять ребенка и посмотреть в федеральную базу, записываются на прием сами к федеральному оператору, едут туда, в Москву, в Министерство просвещения Российской Федерации, предварительно записавшись, предоставляют также документы, как я говорила, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, снился и заключение о возможности быть усыновителем или опекуном-попечителем. Такая же процедура проходит там в заполнении анкеты, заявлений с просьбой ознакомить граждан с имеющимися в Федеральном банке данных и информацией о детях, которые соответствуют пожеланиям гражданина. Ну и работа, в принципе, типична и у регионального оператора, и у федерального оператора. Такое право у граждан есть, многие этим правом пользуются, и также могут граждане обратиться в другие регионы по поводу постановки их на учет и подбора им ребенка, оставшегося без попечения родителей, для дальнейшего принятия и воспитания его в своей семье. Поэтому возможности есть. Те граждане, которые хотят этими возможностями воспользоваться, они это делают. Но мы также получаем много телефонных звонков и обращения от граждан по поводу предоставления граждан информации о заинтересовавших их детях, сведения о которых размещены на федеральном сайте усыновите РФ. Если вы сейчас откроете банк данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, то среди многих фотографий вы обязательно найдете фотографию мальчика Данилы, историю которого мы сейчас хотим вам рассказать. хотим рассказать с надеждой, что и для него найдется приемная семья. У Дани в его небольшой пока жизни было всего два дома. Сначала дом малютки, а потом, когда Даню подрос, его перевели в детский дом. И вот уже несколько лет он живет здесь. Самые родные люди для него такие же мальчишки и девчонки. И, конечно, воспитатели. Мальчик добрый, веселый. Любит лего собирать, любит в игрушке лего. Очень хорошо рисует. Очень хорошо. Особенно срисовывает. Вот конкурс, когда... Какие-то конкурсы рисунков, он у нас в первых рядах. То есть он и стенгазеты на Новый год также рисует. И группу украшает, снежинки вырезает. То есть творческие. Что любят рисовать мальчишки? Конечно же, машины. И Даниил не исключение. Главное, что машина у него яркая, необычная. Значит, мальчик воспринимает мир в таких красках. Я бы хотела бы побывать в Китае. Потому что там это... Готовят... Это там вкусно. Он очень хороший собеседник. То есть, если с ним разговаривать, с ним очень интересно разговаривать. Учится он у нас на домашнем обучении. То есть в школу не ходит, но учится тоже с охотой. Любит учиться. Любимые у него предметы русские, литература и география. Любит книжки, любит энциклопедию, смотреть, читать. Пока Даня ловко мастерит бумажные самолётики и корабли. Наверное, представляя, как однажды настоящий самолёт перенесёт его в страну, о которой он мечтает. Хотя самая-самая большая мечта мальчика это семья, в которой его примут, поймут и для которой он станет родным человеком. Задают вопросы. А как я буду жить, когда выйду? Прям вот буквально недавно. То есть мальчик 14 лет, и он планирует уже как бы задумывается, как человек будет делать. Когда-то судьба удача отвернулась от маленького мальчика, рождённого для счастливой жизни. Но ведь судьбу можно изменить. Пусть так случится для нашего Дани. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова